Ветераны снова в игре. Пятое соревнование по мини-футболу, посвященное щелковским футболистам, принимал физкультурно-оздоровительный комплекс на Центральный. На паркет готовится выйти 10 игроков. Все они в разные годы поднимали престиж района на футбольных первенствах области и России. Мы помним ребят наших друзей, с которыми с детства выросли. Просто их нельзя забывать. Мы делаем, сейчас собрали много разных старых фотографий, делаем такие даже у нас тематические. По годам мы будем собирать 70-е, 80-е, 90-е годы. Их все знали, их любили, ходили на некоторых специально ходили смотреть. На предстартовой линейке легенда нашего футбола Андрей Серебряков, Олег Пузырев, Виктор Дземин, Виктор Фоменко. В зале повисла минута молчания в памяти о тех футболистах, которые ушли из жизни. И вскоре началась игра. В зелёных майках сборная ветеранов районов красных – легенда щёлковского «Спартака». В середине 90-х красно-белые из третьей лиги вышли в профессиональную вторую, где играли московский «Локомотив» и «Асмарал». И на этот раз «Спартаковцы» оба тайма атаковали. На воротах держал удары вратарь Олег Евдокимов. В первой половине встречи «Спартаковцы» обыграли сборную ветеранов 3-2 и продолжали лидировать до последних секунд. Итоговый счёт 7-5. Красным достается переходящий кубок. Специальными призами отмечены щёлковские футболисты Владимир Евтеев, Раис Абдулин, Михаил Милосердов, Олег Пузырев, Игорь Кукин, Павел Корягин и Аркадий Асатурян. Игра, которая всегда захватывала своим драматизмом, нестандартным мышлением, игровой дисциплиной. Здесь вся прелесть, всё, что можно представить из искусства, из творчества, из управления. Всё воплотилось в одной игре. Не зря футбол испокон веков любили, любят и будут любить во всём мире. Вспомнили заслуги и президента футбольного клуба «Спартак» в 1993-1995 годах Владимира Никологорского. Спорт был такой отдушина, ещё не была завершена реконструкция стадиона «Текстильдж», он назывался «Текстильдж» в то время. И люди приходили в таком количестве, что к пулю подойти было очень сложно, потому что здесь команда выступала очень хорошо. Они готовы делиться своим опытом и жизненным опытом, опытом борьбы на поле. Финальный свисток турнира по мини-футболу прозвучал на поле ветерана Щёлковского футбола, Щёлковского «Спартака». Главное в этой игре то, что каждый из них доказал, что они действительно любят спорт. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».